Вчера при трагических обстоятельствах в ДТП погиб Сергей Пускепалис. Он занимался доставкой гуманитарной помощи на Донбасс. Он был одним из немногих, к сожалению, из немногих деятелей нашего кинематографа, который открыто поддерживал спецоперацию и более того, непосредственно участвовал в сборе средств и в помощи людям Донбасса. Их очень немного, этих людей, этих актеров и режиссеров. Большинство из представителей нашего кинобомонда молчат. Причем молчат по-разному. Некоторые молчат, потому что, в общем, думают, что если они высказывают поддержку спецоперации, они лишатся помощи, в том числе и государственной финансовой. Такое наблюдалось и происходило. Или они будут уволены. В свое время Рахельгаус, Иосиф Рахельгаус уволил в свой театр. Человека, который открыто поддержал спецоперацию. Но песня совсем не о том. Я вот говорю о категории так называемых бондарчуков. Я объясню, откуда этот термин. Вот эти люди, они молчат как-то вот особенно. Федор Бондарчук. Вот тот самый человек, который из журналистов сделал своим партнером, кинематографистом, соратником, режиссером, продюсером Михаила Идова. Того самого Михаила Идова. Я его помню лет 10 назад. По-моему, он был у меня в эфире. Программа «Правда-24» и открыт все этого на то, что ему в этой вот ненавистной Москве приходится из-за денег сидеть. Очень скучает он по Америке. Так вот, этот Михаил Идов не просто финансово помогает украинцам. Не просто украинцам, не украинским беженцам, как Леонид Агутин. ВСУ, армия Украины. То есть помогают-то многие из них, но делают это тихонько. А Идов просто похвастался в соцсетях. У него в Твиттере был пост, где он написал, что он 1000 долларов за снаряд заплатил и взамен получил возможность передать послание. Потому что за 1000 долларов на снаряд наносит та надпись, которую жертвователь хочет видеть на боеприпасе, летящем в сторону Донецка. И тогда даже такая одиозная фигура, как Синий Собчак, по поводу своего товарища Михаила Идова, высказалась, сказала, что это не совсем камильфо. А Федор Бондарчук, человек, который его сделал, не с чего нужно вообще как-то это прокомментировать. Поэтому я считаю, что Бондарчуки, они, вот это молчаливое большинство, они ставят лайки таким постам в ВСУ. Так вот, возвращаясь к Сергею Пускипалису. Я знаю и понимаю, что ему в этом смысле было в этой среде существовать непросто. Я первый раз с ним беседовал в 2015 году, через год после воссоединения с Крымом. И поскольку мы говорили о фильме «Черное море», и он вернулся тогда из, по-моему, Севастополя, если я не ошибаюсь, я у него спросил про Крым. И вот здесь что существенное? Не то, что он ответил, а как он это произнес. Раз уж мы про «Черное море» заговорили, я так понимаю, что вы недавно вернулись из Севастополя? Вот, днями буквально. Ага, что делали там? Там тоже съемки, посвященные так морскому делу. Это снимает компания, кинокомпания «Профит» Игоря Толстунова. Такой достаточно амбициозный проект под названием «Ледокол». Снимает у Николая Хомерики, вот часть мы снимали в Мурманске на Туру, сейчас экстерьеры все снимаем в Севастополе. Вот скоро уже практически две трети уже, так сказать, за плечами. А как ваше личное отношение вообще к тому, что в соцсетях обозначается хэштегом «Крым наш»? А к чей? Ну, вы знаете, есть самые разные по этому поводу мнения, в том числе и в среде кинематографистов. Нет, если говорить про это, понятно, что у каждого, наверное, свой взгляд, но пусть они также считают, что, ну, можно говорить, что Польша наша у кого-то, а я говорю, не наша, у них своя самоидентификация, хотя у нас очень много оснований считать, что Польша наша, да, ну и так далее, сейчас разбираться в этом. Ну, Крым, он, ну, как мне кажется, все, президент, первое лицо нашего государства, совершенно четко доложил, и никто пока еще никаких таких контраргументов обратных, заслуживающих моего уважения, не слышал. Хотя, ну, много чего просматриваю, много, так сказать, каких-то вариантов, другого развития событий. Мне кажется, абсолютно оптимальная, вот та справедливость, которая, не знаю, на этой Беловежской пуще возникла, сейчас как-то, слава Богу, вот именно слава Богу, наверное. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.